По приказу Путина, стратегические силы сдерживания нашей страны отработали массированный ядерный удар по врагу. Интересное время живем, жаль, в последнее. Продекларирована задача нанести России стратегическое поражение на поле боя. Друзья, всем привет. Ровно год назад в это время я рассказывал вам о том, как Россия может штантажировать ядерным ударом. Почему она постоянно это делает и какие три шага она сделает перед тем, как любой настоящий действительно ядерный удар будет нанесен. Ну и вот, друзья, спустя год Россия сделала пол первого шага. Сейчас расскажу, о чем идет речь, как они отзывают ратификацию прекращения моратория на ядерные испытания. И как вчера провели ядерные испытания, ну не ядерные еще, а испытания носителей. И как они запустили свою пропаганду снова кричать о ядерном оружии. Сейчас обо всем подробно. Друзья, YouTube продолжает такой ограничивать наш канал. И мы с этим боремся. Нужна мне ваша помощь. Во-первых, проверьте подписку, потому что у людей автоматически поснимали у части людей подписку. И это нужно исправить, потому что люди думают, что у них есть подписка и думают, что я просто новые видео не выкладываю. А им их не показывают, потому что у них слетела подписка. Поэтому проверьте сейчас подписаны ли вы. И если не подписаны, то прямо сейчас подпишитесь. Во-вторых, напишите мне в комментариях, где и как вам предложили мое видео. И во сколько это было. И как. И я тогда пойму, как правильно мне действовать. Ну и нажмите кнопку лайк. Понятное дело, шер. Это никто не отменял. Итак, друзья, испытания ядерного оружия. Ну, вчера Раша решила снова провести испытания носителей. В принципе, они это делают каждый год. Единственное, в 2021 году они перенесли это на февраль 2022 года. Буквально за несколько дней до вторжения. Но тогда они так как бы пугали Запад, чтобы, мол, Запад не вмешивался и не поддержал Украину. Ну, как вы понимаете, не помогло. Ну, вот сейчас очередные они провели. И дуют сейчас щеки. Вон нам Скобеева с надутыми щеками рассказывает. Триада ядерная. Берегитесь. Ярса, Синевы. И все это она обращается к коллективному Западу. Такое ощущение, что, знаете, сидят жители коллективного Запада. И все же смотрят Скобееву. Понятно, что это все делается для поддержания морального духа самих россиян, которые сначала рассказывали про Киев за три дня. Теперь рассказывают, что они там за Токмак доблестно борются. В общем, нужно как-то их моральный дух поддержать. Вот так они его поддерживают, как могут. Посмотрите. Запад, причем и коллективный, и не очень коллективный, в самой что ни на есть настоящей панике по приказу Путина. Стратегические силы сдерживания нашей страны отработали массированный ядерный удар по врагу. Пусками ядерной триады руководил лично президент. Межконтинентальную баллистическую ракету Ярс запустили с космодрома Плесец в Архангельской области. Министр обороны Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, что ядерные силы России готовы к войне. Особое внимание Западу следует уделить пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Синева», которая имеет инерциальную систему управления с астрономической и спутниковой коррекцией. Дальность 12 тысяч километров. Затем, как может выглядеть начало Армагеддона, наблюдали жители Архангельска. На этих кадрах полет межконтинентальной баллистической ракеты Ярс прямо над городом. Знания, конечно, полезные, но очень хочется надеяться, что они никому и никогда из нас не пригодятся. Будем считать, что коллективный Запад после этого пуска изменит свои планы по нанесению России стратегического поражения. Ну и тут же, как Путин три недели назад заявил, что подает в Госдуру законопроект об отмене ратификации соглашения об остановке ядерных испытаний, мол, открывают себе дорогу именно уже, собственно говоря, к ядерным испытаниям, к ядерным взрывам. Ну и вчера Госдура взяла под козырек и, значит, в первом чтении проголосовала отмену этой ратификации. Смотрите, как и дурачки там радовались и говорят, вот наш ответ этой злобной плохой Америки, посмотрите. Наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности. Вдумайтесь, 23 года они не ратифицировали этот документ, а вчера проснулись и вспомнили о депутатах Государственной Думы. Им надо уходить в отставку с такой ответственностью. Цинизм, двойные стандарты полыхает везде от такого отношения. Ну и голосование, все единогласно, ну еще. За 412, против нет, воздержавшихся нет. Закон и проект в первом чтении приняты единогласно. Вот ответы. Ну и чтобы дальше накалять все это, Соловьев выходит и говорит, все, последние дни наступают, приближается Армагеддон. Посмотрите. Интересное время живем, жаль в последнее. Я все-таки, доброе утро, все-таки я считаю, впред последний. Нам человечеству там сверху кто-то дал шанс. Ну вот это точно уже шанс, точно последний. Если сейчас не одумаемся, то, что называется, как говорится, да, вот тогда точно будет последний временно. Крышка, как это в этом, у Никиты Сергеевича Михайловского говорит. Да, если признут. Крышка, 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 крышка. А знаете, она потом наберет этого казачка маленького иного, говорит, лошадей готовь. Вот в этом наш смысл. Наша политика должна заключаться в том, чтобы говорить громко крышка и тихо готовить лошадей. Я считаю, что это вот символ, который надо понять каждому отечественному политику и человеку, который собирается заниматься политикой. В общем, запустили они снова всю эту тему с ядеркой и пугать. Тут же Лавров, значит, чтобы это добавить, ну мало ли пропагандисты. Да выпустили министра иностранных дел. Значит, Лаврова, лошадиную голову, чтобы и он об этом что-то сказал. Послушайте. В доктринальных документах НАТО Россия объявлена прямой угрозой. Против нас ведется открытая, гибридная, как ее ни назови, но это настоящая война с использованием всех доступных сил и средств. Продекларирована задача нанести России стратегическое поражение на поле боя, в том числе и прежде всего руками и телами украинских неонацистов. А впоследствии сколотить некую новую. В общем, Россия в очередной раз, когда у них все идет не так, как им хочется на фронте, вот назад они эту тему поднимали. После своего, там, ну просто феерического поражения и позорного бегства под Харьковом, потом потеря Херсона и отход справа в берег от Днепра. Тогда они активно эту тему качали. И вот сейчас опять начали эту тему раскачивать. Друзья, ну я говорил тогда, почти три шага. Да, три шага, это первый шаг, ядерные испытания, второй шаг, ультиматум, третий шаг, предупреждающий удар, где-то в безлюдной местности, там остров Змейный, не знаю, Черное море. Это три шага, которые будут предшествовать непосредственно, не дай бог, применению ядерного оружия. Ну и как вы видите, такой, можно сказать, пол первого шага они сделали, открывают дорогу, собственно, к ядерным испытаниям. Друзья, нужно быть внимательными, но не паникуем и не боимся, потому что, ну посмотрите, все западные посольства на месте, все находятся в Киеве. И тогда, напомню, в феврале 20-го, январь, февраль 20-го года, запад чуть ли не по минутам рассказывал, как будет российское вторжение, как потом все и случилось, отзывали посольство. Сегодня ничего подобного нет. Значит, реальные угрозы применения ядерного оружия, как минимум пока, они не видят. Но нам, еще раз, мы не паникуем, но и не расслабляемся, понимая, что мы имеем дело с сумасшедшими, а у них есть ядерное оружие. Ответ на это, ну либо становиться Украине членом альянса, у которого есть ядерное оружие, НАТО, либо самой возобновлять свой ядерный статус. Другого варианта нет, если мы говорим о стране с ядерным оружием, которое на нас нападает, в данном случае речь о Российской Федерации. Друзья, это важное видео, помогите мне им поделиться, подпишитесь, лайк, шер, комментарий, вы знаете, подписка. Ну и всем привет с Донбасса, держим строй!